Это вот японский номер, ребят. Вот пытать, убьют телефон клоуна. Крылоизлияние в мозг и смерть вообще. Как это возможно, я не понимаю. Алло, я вера, и прямо сейчас мы собираемся звонить на проклятые номера, которые мы с Сашей нашли в интернете. Мы уже снимали подобное видео, и там реально была жесть. А сейчас под этими номерами писали комментарии, что там могут преследовать вас, могут убить, могут похитить, могут найти. Может происходить настоящая мистика, и мы сейчас собираемся это проверить. Ребят, если вы предыдущее видео смотрели, реально мы дозванивались до этих проклятых номеров, и там такая дичь была. Если вы это видео не видели, обязательно посмотрите. Ну а сейчас мы нашли какую-то дикую статью 2022 года, где там вот, ну, пишут, просто пипец происходит. Короче, прямо сейчас мы выведем вам на экран эту статью, и давайте вместе разбираться и уже звонить на эти номера. Ну а прямо сейчас нажимайте на кнопку подписаться. Я даю вам ровно три секунды, чтобы вы это сделали, потому что до трех миллионов подписчиков не осталось совсем немного. И на три миллиона мы с Сашей снимем грандиозный клип. Так что обязательно нажимайте на кнопку подписаться. Раз, два, три! Вы молодцы, умнички. Погнали звонить по номерам. Так, держи камеру, Вер. Ребят, я вот на компе прямо открываю. Давайте запись экрана тоже включу, чтобы вам вывести, и вам было, ну, потом тоже видно, мы что это, не сами эти номера придумали. Это реально вот информация из интернета, и, ну, тут пипец. Тут, правда, на английском, но это просто вот, типа, самые свежие номера со всего мира, как бы, то есть, ну, вообще, это топ должен быть. Но поскольку Саша знает офигенно английский язык, он вообще все это переведет. Короче, там какая-то фигня, вот телефончик нарисован, там написано, что если вы звоните на крипе с Кэрри, ну, типа, там страшные номера, и, типа, там какая-то жесть происходит, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, реклама, короче. Ну, что там будет-то, что будет, если... Вот, первый номер, первый номер, смотрите. 1-8-7-7-7-7-7-Крип. То есть, крип, я не знаю, как это довольно... Ой, блин, дословно переводится, то есть, это что-то, типа, страшно. Так, давайте попробуем. Мне, если честно, уже страшно. Вообще, когда я нахожусь в ожидании того, что же будет на том конце телефона, меня как-то немножечко дрожь пробирает, потому что, ну, реально, в прошлый раз, когда мы звонили, ну, там жесть какая-то была. Я даже не могу вам передать те звуки, которые там были. Ну, и вообще, это такое ощущение, как бы, там, может, кто-то умирает, или... Это ужасно, в общем. Так, смотрите, ребят, я набираю... А ты записи прям-то включил? А я, ну, так, покажу сейчас просто. Вот, ребят, вот, видите этот номер, я его набираю. Подожди, не видно ничего, ничего не видно. Вот этот номер, да. Будем звонить через, ну, приложение для звонков международных, потому что... Из интернет, потому что, если звонить в Америку с российской симки, или, да, ну, в общем, из стран СНГ, то звонок будет стоить миллиарды, мне кажется. Короче, давайте предыстория маленькая, что почему этот номер жесткий? В общем, написано, что, ну, возможно, это самые, типа, слабые, вот, из номеров из списка, потому что, ну, типа, непонятно, в общем, кто это создал и почему, но, типа, это номер принадлежит какой-то компании, которая, ну, типа, на страхе основана, и она выпускает, в общем, всякую одежду и мерч creepy.co. Ну, подождите минутку, если, ну, представьте, этот номер кто-то создал, да, взял, пошел сделать себе сим-карту. Когда люди звонят на номер телефона, который размещен в интернете, это же надо отвечать на все эти звонки, это надо же там что-то, ну, постоянно взаимодействовать с теми людьми, которые звонят, а это очень тяжело, потому что номер, размещенный в интернете, вы себе не можете даже представить, сколько звонков туда поступает. Так, что, я звоню? Да, давай. Так, ребят, набираю, вот, смотрите, плюс один, это Соединенные Штаты, а, вот, динамик. Так, что-то идет. Что-то идет. Короче, какая-то страна. Что-то там. Нажать мне? Да, 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 надо кнопки нажимать какие-то. Ну, давайте шесть, типа, если вы хотите, чтобы жесть произошла, типа, вот. Да, шесть. Я что-то так это понял, типа. Типа, я не шучу с вами, что-то там. Я крою за рум? Типа, он угрожает, что сейчас в комнате что-то появится. Ты слышала? Там реально за дверью кто-то. Ладно, пофигу, но мне кажется, это, ну, какой-то привет. Ну, какой, там реально кто-то ходит в падике. Ну, в падике, окей. Ну, как бы, блин, ты, ну, ты, я не думаю, что из Америки. Сейчас, если постучат в дверь, я просто охренел. Вот, честно. Ладно, пофигу. Но тут написано, это самое менее страшное, короче. Это, типа, какая-то, ну, вот, рекламная тема. Сейчас, подержи, пожалуйста, я все-таки гляну, кто там. Никого там нет, Вера. В смысле, нет никого, если там кто-то ходит. Сейчас, я просто на глазок. Ну, что? Походу, сосед. Блин, ну, это просто так вовремя было, я не могу сдержать свои комоции. Так, ладно, я держи камеру. Ребят, давайте дальше смотреть. Короче, ну, крипово, да, наверное, крипово. Следующий номер, это... Так, следующий номер... 646-868-184-4. Так, а вот, смотри, где-то Нью-Йорк, там, в общем, где-то там. Ну, это, типа, ничего не значит, и, в общем, ну, там какая-то жесть будет, в общем. Там, типа, какие-то неинтеллигентные слова, типа, и, в общем, что-то странное. Тут, после того, как вы сбросите звонок, через несколько секунд вы получите текстовое сообщение, где будет какой-то, там, ну, микс слов, типа, и так далее. Серьезно? Да, ну, что, попробуем. Это ж, подождите, это, вот, реально, вот, если люди заморочились и сделали себе такую симку, и должно прийти сообщение, то это ж надо кому-то деньги тратить на то, чтобы там сообщение отправлять, да? Ну, да. Ну, типа, это надо было прям очень серьезно заморочиться. А если все люди, которые видят этот номер в интернете, которые находят его там, будут писать и звонить, то, мне кажется, этот человек просто разорился. Так, показывай номер. Так, номер, вот, ребят, вот этот 646, ну, плюс один, это потому, что Америка, там, Нью-Йорк было написано, так что... Плюс один, скорее всего, потому что мы знаем... Плюс один, давай звоним. Плюс один, давай звоним, знаем, как начинаются номера в Америке, потому что мы там были. Кстати, если вы не хотите поведу из Америки... Короче, номер не доступен, типа, видимо, отключили его. Да, там сказано, что типа ошибка, вы позвонили по номеру, и там звонили. Да, ладно, давайте дальше смотреть, типа... следующий номер если вы фанат очень странные дела но это сериал короче то возможно вы знаете этот номер 618 625 8 3 13 но в общем он принадлежит там какому-то да в общем давайте попробуем позвонить не знаю что будет короче но вот мы сейчас и выясним это правильно показывает все номера показывают звонок идет проходит звонок он какой-то быстрый ну не знаю ну короче ребят это для фанатов очень странные дела что там было по поводу того что надо позвонить между тремя и пятью часами но это типа для его мамы там если она звонит то ей нужно позвонить ну короче это блин рекламная фигня ладно нам не повезло давайте следующий что такое спуки фон намбер ну типа это какой-то стрёмный номер один из любимых долгое время и у него ну короче какая-то хрень типа единственный способ узнать что будет происходить это позвонить по этому номеру ну давайте где-то там находится в штате массачусетс да ну да и я уже звоню ребят вот так показываю какой-то странный Ты думаешь, там ответят что-то? Excuse me! Hola, buenos dias! Такое ощущение, что там двумит топором. Ну ладно, мне кажется, вряд ли там тепло. Давай послушаем еще, что там будет? Да, кто-то приближается. То есть, это же какое-то там, типа, гры-гры-гры, там все, какого-то хрылка там. Мне кажется, это кого-то, что-то в воду включили. Реально, там включили воду. Ребят, пишите в комментариях, как вы думаете, что там происходит вообще? Я прям шум воды, как будто кого-то там... Типа это запись или это реально что-то происходит? Я не знаю, значит надо было, ну типа надо отвечать на звонок. Все, смотри, тишина. Все, смотри, у нас сейчас галлюцинация будет, пока мы слушаем. Так, ребят, давайте я... Блин, все, заканчиваю. Ребят, просто вот прошлый раз, когда мы звонили, там, ну, были номера, которые издают какие-то сигналы. Там, блин, кровоизлияние в мозг и смерть вообще. Реально, у меня аж голова заболела. Так, ладно, окей, я надеюсь, все нормально. Давайте дальше, смотрите. Короче... Это жестко было. Это реально, блин, было жестко. Ооо, вот это интересно. Смотри, номер двойников, короче. Если ты, в общем, ну, позвонишь, то ты сможешь со своим двойником, типа, поговорить. Это очень популярно в Японии. И, ну... Мне кажется, это вообще дичь какая-то. В смысле ты... Ты слышишь такой же голос, как у тебя? Или что? Ну, типа, если это твой двойник, значит... Короче, тут вот два японских номера, есть один американский. Давай на американский попробуем позвонить. А чего ты на японский не хочешь позвонить? Ну, просто, не знаю, американский указан первый. Ладно, давай позвоним на все эти номера. Если мы выживем вообще после первого. Блин, это реально супер жесткая тема. Так, ребят, звони, вот этот номер, типа, где он? Ну, давай показывай. Ага. Блин, а почему динамик не включается? Почему динамик не включается? Почему динамик не включается? Это как... Говорящий Том, говорящий Анжела. Ребят, кстати, если вы не видели, когда мы разговаривали... В грубе это все, я не хочу это... В грубе это все. Короче, если вы не видели видосы, как мы разговаривали с приложением, и там тоже, в общем-то, вам отвечает какое-то непонятное существо, которое... Ну, в смысле, котики. Обычно там котики, как Тамагочи, наверное, и они вам отвечают, с вами разговаривают, то обязательно посмотрите эти видосы в плейлисте, говорящие. Я закреплю их в описании. Вот. Это очень увлекательно было и интересно. Вот эта штука очень похожа на то, что было с нами. О, ребят, жесть. Я нашел, короче, номер SCP Foundation. Так это не хочешь ты японский номер? Да что? Ну, в смысле, двойники. То есть такая же хрень будет? Нет, просто на японский, ну, типа, сейчас позвоним один разок. Если второй номер будет фигня, а вдруг он тебе будет отвечать что-нибудь, ну, типа, другое? Не то, что ты говоришь, а что-то вообще другое на твоем голосе. Ну, это же пипец. Я вообще не обделалась просто. Код Японии, типа, найти. Код Японии плюс восемьдесят один, ребят. Ноль девять ноль. Ну, давай. Двадцать сорок восемь. Девятнадцать семьдесят два. Показывай. Все, звоню. Так. Бой вызов. Давай следующий. Ноль семьдесят три. Четыре девять девять и четыре девятки. Очень много девяток, и на самом деле, если в номере присутствует много девяток или шестерок, это не очень хорошо. Да, в Японии тоже девятка считается проклятой цифрой. О-о-о, пошло. Тихо. Это вот японский номер, ребят. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну... А это, типа, автоответчик японца какого-то? А, подожди, подожди. Там что-то, мне кажется, по-японски было сказано, не? Ну, по-японски, я думал, типа, скажите. Сама мако. Ну ладно, давай, ну, видимо, неправильный номер. Нет, нет, может быть, там надо клавиатуру и нажать там один? Нет, в смысле, там уже музыка играет, типа, надо ждать просто. А-а-а. Так, а там, может, кто-то ответит? Никто не ответит, Вера. Ну, в смысле... Ну ладно, давай следующее. Это сейчас реально очень долго все ждать, скорее всего. Тут же должен быть номер двойника, это явно не номер двойника. Просто, если, например, это номер какой-нибудь авиакомпании, да, к примеру, то в авиакомпании можно звонить просто сутками, чтобы там вернуть береты или уточнить детали какие-то вашего полета, перелета. Поэтому, если это окажется вот примерно такой номер, то мы просто потратим очень-очень много денег и не сможем позвонить на следующие номера. И, кстати, ребят, если вы не в курсе, то у нас на каналах отключили монетизацию для тех людей, которые смотрят из России. То есть, получается, если вы находитесь в России и смотрите наш канал, то мы получаем ровно ноль средств, и у нас нету средств на то, чтобы снимать дальнейшие видосы, и нам приходится заморачиваться, чтобы искать новые способы заработка помимо YouTube. У нас уходит на это очень много времени, и поэтому видео на YouTube мы снимаем реже. Так что, если вы хотите, чтобы мы снимали видео намного чаще, то смотрите наши видосы через VPN, если вы находитесь в России. Это очень поддержит наш канал, потому что реально мы будем иметь намного больше времени на то, чтобы снимать видео для вас. Короче, давайте звоню дальше, номер SCP Foundation. SCP, ну, Вера, я думаю, все знают. И это организация, которая занимается различными аномалиями, супер странными объектами, которые находятся обычно под наблюдением SCP Foundation, вот эта вот организация. Но иногда это все выходит из-под контроля. Например, горка-пожиратель, ребята. Ребят, у нас очень много видео про SCP и про SCP-горку-пожиратель, так что заходите в описание. Там есть плейлисты про SCP, про SCP-горку-пожиратель. Вы потратите, вы проведете свое время с пользой и с очень увлекательной историей, которая с нами произошла в Турции, например. Так что переходите после этого... После просмотра этого видео переходите в описание и смотрите эти видосы. Так, все, я звоню, короче. А то слишком много слов, уже надо переходить. Это SCP Foundation, ребят. Ну, слушай, как бы без слов тут так не скажешь. Так, вызов. Почему он не включает динамику? Я не понимаю. Ребят, странная тема какая-то. А там еще что-нибудь слышно? Ты можешь к уху приставить? Не, ничего не слышно. Вообще, как будто вызов не идет. Уже, ребят, странно. Я не знаю, может... О-о-о, прошло. SCP. Что за бред вообще? Кажется, это какой-то поезд едет, нет? Поезд пожиратель, например. Ну, вообще, тут написано, что можно составить сообщение, типа, им о том, где ты нашел, какая локация, время, типа, SCP-объект. Ну, короче, какой-то бред, да, вообще полный? Слушай, я бы, на самом деле... Вызов завершен. Записала бы этот номерок, мало ли, вдруг мы найдем какой-нибудь SCP-объект. О-о-о, второй SCP-номер, ребят, давайте... Да, второй номер, может, тут на него получится дозвониться. Сейчас позвоним на SCP-номер. 12 937 23 46. Звоню, ребят, SCP-номер 2. Не нажимается, да? SCP Foundation. Короче, это, блин, SCP-подкаст какой-то, и, в общем, там можно оставить сообщение, они могут тебя в подкаст включить. Ну, блин, вот этот, конечно, был предыдущий номер, странно. Да, очень странно. Очень жесть. Потому что такое, по сути, типа, SCP-подкасты, еще что-то в этом духе, это может сделать абсолютно любой человек. Ну, я не знаю, надо автоответчик, наверное, записать, что, типа, вы слушаете, ой, вы позвонили на номер SCP-подкаста. Если вы хотите, вы можете дождаться. Блин, офигеть. Что? Вот это жесть. Короче, Red Room Number, типа, этот номер, типа, если вы... Красная комната. Номер красной комнаты. Если вы позвоните или ответите на этот номер, если он вам будет звонить, вас будут за вами следить, вас похитят, и вас отвезут куда-то в красную комнату, будут пытать, убьют, или вообще все это сделают, и будут еще стримить это, типа, в Darknet, в общем, все. Ну, вот так написано, Вер. Ну, ладно, давайте звоним, потому что мы... Ты серьезно уверена, как бы, блин, я... Ну, ребят, просто... Ну, я не верю в эту штуку. Ну, в смысле, ну, как тебе могут... Нет, хорошо, ладно, возможно, частично я верю, но... Ну, интересно же. Ну, ребята, вот ты... Нет, просто мне интересно, что там будет. Да, ну, в смысле, ну, ладно, окей, я звоню, типа, но я тоже не очень верю, что такое может произойти, но... В любом случае звонит Саша, да? Да, это мой телефон. Давай. Опа. Блин, динамик. Там просто еще вызов не прозванивается. А вот когда начнет прозваниваться, да, можно будет уже на вот этот значок динамика нажать. Ну, давай. Давай, давай, давай! Слушайте, может, это хорошо, что не прозванивается? Что-то мне не нравится описание, типа. Ой. Неверный номер. Неверный номер. Блин, слушай, только давай я его запишу, потому что если он мне будет перезванивать, типа, я не хочу, чтобы, ну, я отвечал на него. Ты можешь его в бан добавить и все. Ладно, давайте дальше. А прикинь, если там прозвонилось и все, и те уже внесли в список и сейчас тебя вычислят, короче. Ту-ри-ту-тум-пу. Дальше, ребят, смотрим. The binary. The binary. The binary, точнее. Если вы попробуете, ну, позвонить по этому номеру, то убедитесь, что, типа, правильно его, ну, набрали. Да, потому что если, ну, типа, хоть одна цифра будет неправильно, то вы, там, позвоните какому-то реальному человеку. Ну, понятное дело, если вы, в принципе, ошибаетесь в номере, вы можете позвонить какому-то другому человеку, на какой-то другой номер, это же логично, правильно? Ну, в общем, короче, там какой-то человек, который паникует, и, в общем, он, ну, типа... Вот это самое жесть, на самом деле. И, короче, там что-то слова «смерть» на английском, там, в общем, какая-то жесть. D, 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 S, нет. Ну, смерть, как бы, я не знаю, давай попробуем. Давай попробуем. Ребят, все равно, мало ли что может произойти. А это американский номер тоже. Ну, они все американские, это американская статья, и она, ну, типа, самые свежие номера. Да, какие вообще есть, ну, наличие. L, логика. Так, вот я набираю, ребят. Американская статья, американский номер. Недоступно. Так, сообщение, окей, ладно, ребят, все, не получилось, идем дальше. Давайте следующее. Так. Реально, статья, ну, очень свежая, 22-го года, то есть, от 22-го года прошло всего лишь несколько месяцев, не знаю, когда вы это видео смотрите, но уже некоторые номера не работают. Можно позвонить клоуну, ребят, можно реально смотреть. Ой, блин, ну это жесть, на самом деле. Вот, вот с этим вот я не очень хочу связываться. В смысле, а что оно, в смысле? В смысле, блин, потому что, реально, есть бешеные, шибанутые какие-то люди, непонятно, что у них в голове, может быть, это умалишенные. Так, я звоню. И почему-то они могут переодеваться клоунов и так далее. Ребят, телефон клоуна. Мы хейт клоунс. Фак клоунс. Саша. Ты че? Так, все, ребят, я надеюсь, он не придет за нами, типа, потому что тут написано Wrinkle the Clown. Какой-то ужастик, походу, или... Ребят, напишите в комментариях, если вы знаете, что такое Wrinkle the Clown. Блин, я боюсь клоунов, честно. Вот, я даже всякие фильмы боюсь смотреть с клоунов, потому что, ну, типа, я реально верю, что могут люди спокойно переодеваться в клоунов, к примеру, если они умалишенные, вот там маньяки есть. Ну, короче, бээ, ужас. Или этот фильм «Оно», например, с шариком, вообще жесть. Короче, после телефона из видеоигры не будем звонить туда или позвоним? Давай позвоним. Ну, ладно, ребят, давайте быстро попробуем. А сколько там еще номеров осталось? Ну, уже мало там, типа, чуть-чуть осталось. Осталось совсем чуть-чуть номеров. И вроде там самые жесткие, а не в конце номера. В конце, да. Ну, как бы тут вначале начиналось снимать лайф. Дальше будет хуже. Так, ребят, в общем, какая-то тема. Тихо, тихо. Привет. Не хочешь провести вечер со мной? Такая музыка. Так, а что нужно прыскивать? Тихо, тихо. You have dialed into here and there along the echo. A guide to the echo river for rivers and pilgrims. This guide is a public surface provided by the Bureau of secret tourism. Это какой-то кайф? Слушаем. Мои рука стекла. Ну, опять нажимаете 1, это фигня. Это какая-то игра, типа. Ладно, ребят, если вдруг вы захотите узнать, что там будет дальше, обязательно напишите нам в комментариях. Ну, в смысле, после того, как вы позвоните туда и узнаете, что же там все-таки было. Но, по мне, так, если уже там есть какое-то меню, то, скорее всего, ну, я не думаю, что будут делать меню для какой-то страшной, типа, страшной штуки, типа, страшного звонка по номеру телефона. Нажмите, пожалуйста, 1, чтобы обделаться. Нажмите, пожалуйста, 2, чтобы описаться. Или что там должно быть, я не понимаю. Ну, если, в общем, там что-то стрёмное, то реально напишите, мы еще раз позвоним. Короче, какой-то номер, в общем, Booth World Industries, какая-то компания, в общем, и... Ну, неважно, в общем, ты звонишь, и тебе какой-то приятный голос говорит, типа, вы дозвонились в Booth World Industries, и, типа, ваш номер затрекан, типа, и... И вас отслеживают, и потом, в общем, ну, там что-то будет происходить, и... Хорошего дня, и потом вам перезванивают, и могут на ней перезвонить, в общем, и... Ну, просто какая-то... Никто не знает, что вообще будет, типа, ну, вот будем звонить в такую штуку? Позвоним, конечно. Так, окей. Штолетний номер, это плюс 1 5 0... 508 690 6143. И тут, в общем, тоже какой-то американский номер, и там какая-то дичь должна происходить, тоже вот этот мужик, типа, сопит там, и, в общем... Так, давайте, вот, я звоню. Так, ну, звони. Звони. Так, ребят, давайте, включайте, опять неверный номер. Так, вот написано, на Веру, возьми-ка. Так, ребят, там звонок какой-то. Это... Звони. Ребят, сними Вер. Звони. Звони. Подожди, почему у тебя спот-фокус, типа, все? Звонок от Веры, ну... Нет, просто, как это вообще возможно? Ну, у меня, ребята, у меня Вера в телефоне, вот только, ну, вот, одна Вера записана, у меня нет других Вер справочников. Нет, подожди, может это другая Вера какая-то? Какая другая Вера? Ну, давай хоть ответим. Нет, вот смотрите, у меня вот он, ээээ... Телеграм, вот Саша, у меня, ну... Так, что, я отвечаю? Подожди, можешь вон с того телефона посмотреть? Вон лежит мой второй телефон, и Саша, он еще один телефон. Это, это реально, блин, дичь какая-то, это что за прикол какой-то? У меня вот здесь тоже звонит Вера. Ребят, вот Вера звонит. Здесь нету вот ничего... Ну давай, отвечай. Нет, как это вообще возможно? Алло? 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 Алло, меня слышно? Пожалуйста, заберите меня. Мне нужна помощь, пожалуйста. Кто это? Забери меня. Я больше здесь не могу. Кто это? Пожалуйста. Я прошу, я умоляю. Это что, прикол какой-то? Пожалуйста. Я не шучу. Нет. Как это вообще понимать? Саша, это реально был мой голос. Это реально мой голос был. В смысле, ну как твой голос? Я не знаю как, но это был мой голос. Да просто похожий голос. Нет, Саш. Найти человека с похожим голосом? Нет, я сейчас просто с ума сойду. Ладно, ребят, в общем, подписывайтесь. А, подожди, стоп. Давай попробуем перезвонить вообще? Давай попробуем. Так. Ну, это просто как это возможно, я не понимаю. Ну, ты звони. Правильно, Вера? Ну. Охренеть. Ребят, я не знаю, что сказать. Просто я не понимаю, что происходит. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как такое возможно. Подписывайтесь на этот канал. Увидимся снова. Пока. Пока. Пока.